Почему кошмарно? Потому что быть партнером по команде Квята и один чемпион, а другой на 10-м месте без побед. Один в Формуле 1, другим, ну скажем так, сжалостился доктор Марка, наверное, во многом из-за Карлоса отца старшего. Он здесь, прямо в Монце, отпраздновал свой 52-й день рождения. Естественно, поддерживал сына и все так здорово начало. И складывалось, и атака сейчас! Атака! И остался позади Арден. И остался позади Арден Буллера, который, напомню, стартовал с первого ряда в одиночестве. А в итоге, мы видели, откатился далеко назад и пропустил сейчас Джазмин Джафар. Больше того, Джафар сталкивается сейчас прямо на прямой с Соренсена. Джазмин очень здорово начал эту гонку. И машина Соренсена там скользила на протяжении нескольких сотен метров вдоль всей стартовой прямой на дуге безопасности. И до самого выезда спитлейна доскользила. Малайт, который очень здорово прошел. Только что мы видели Уилла Буллера на его Ардене. Мгновенно бросился атаковать еще один, единственный болид ТЭК-1, который принимает участие в этой гонке. Аркес Соренсена. Соренсен, который был лучшим дебютантом два года назад. И продолжает он оставаться сейчас в своей машине. В прошлом году, как раз в Лотосе, в Шарузе, вот в этой чешской команде, которая представляет венеорский Лотос на аэровой серии Рено, не очень все у него здорово складывалось. Входя до этапа в Австрии, где на Шпильберге он выиграл обе гонки. Но, правда, после этого опять-таки сильно не блистал. У него был переворот, уже мы помним, в конце, как раз в Барселоне. Пейс-кар у нас будет, конечно, на трассе. Авария с большим количеством обломков. И нужные пилоты оттуда из машины тоже выкурить. Машина осталась вот так вот в нищем вверх. Авария сходная с тем, что мы видели с Витеросом, на самом деле, по уровню опасности. Но кажется, что сам пилот в порядке. Там было видно, что двигаются шлем, что все нормально. Что ж, Стивенс лидирует, следом за ним Роберто Мери. И вот Джафар возвращается, ну хотя бы с ним, по крайней мере, все в порядке. Следом за Мерик Гасли сейчас Гьотто, Марцинка в пятерке. Дальше Мавланов, Соренсен. Соренсен и Джафар, да, это уже чуть-чуть устаревшая, как вы понимаете, информация. На седьмом-восьмом местах они пересекли черту. Но это было в момент столкновения, что, соответственно, за счет этого Буллер обратно отыгрывает эту позицию. Лайне, Роуланд и Стокингер, который замыкает сейчас десятку. Дальше Амберг, НАТО, Фанбюрен, Сироткин только был на шестнадцатом месте. Сейчас после этой аварии, соответственно, перемещается на четырнадцатой. Дальше Фантин, Виссер и Уэб. Так, все в порядке с пилотом. Мы видели, там ему помогли расстегнуть шлем. И, конечно, поддерживают его. Но нормально он идет, и все хорошо. Здесь, наверное, медицинская машина. На какое-то предметы обследования. Вот момент, повтор. Смотрите, у нас Жафар после Абгона Буллер уже несколько десятков корпусов. Ну, не десятков, корпусов восемь, наверное, ему привез. Мгновенно догнал. И вот здесь, кто из них первый двинулся в чью сторону, очень трудно сказать. Вышли они практически бок о бок из параболики. В этот момент Соренсен был еще чуть-чуть впереди. Ну, ведь всю стартовую прямую он так проехал на дуге. Скорость очень высокая. Вы знаете, за 300 км в час. Конечно, здесь чуть меньше лошадиных сил, чем в Формуле 1. Здесь 530 примерно лошадиных сил. Машины чуть-чуть легче. На несколько десятков килограммов. 630 килограммов. Сейчас, напомню, 690 уже в Ф1. Но вот эта коробка-шестерка и старый добрый В8 позволяет им достаточно быстро разгоняться. И плюс на прямой у них есть ДРС здесь. Причем ДРС, как и в прошлом году, действует несколько иначе, чем в Ф1. Во-первых, вы видите, насколько маленькие крылья. То есть крылья, во-первых, опущены чуть ниже относительно стоек заднего крыла.